Сейчас много поздних браков. Ответьте, пожалуйста, может ли негативно сказаться на зачатии ребёнка долгое нежелание женщины иметь детей? Я в 38 лет вышла замуж по любви, и вот уже год не могу забеременеть. В 27 лет читаю ваши книги. Ваше мнение, кто подскажет, кто поможет? На самом деле, честно говоря, я ответы уже эти давал. Но когда у девушки молодой идёт активная добрачная половая жизнь, знаете, как это выглядит? Она предохраняется, и каждый раз у неё страх забеременеть, а страх – это отречение, уничтожение и неглость. У неё включается механизм «Я не хочу ребёнка на фоне любви». Всё, что мы делаем на фоне удовольствия, проходит подсознание. А есть ли это страх у мужчины? Импотент? Какие проблемы? Мужчина сам отвечает, женщина в основном с детьми, ну и потом сама. Вспомните нехитрый психологический опыт. Ребёнка показывает игрушку, он её боится, страшная игрушка для него, он плачет. Игрушку убирают. А потом ребёнка сажает за стол и начинает её кормить. Помните это? И далеко ставит игрушку, но ему хорошо. И он, так сказать, на фоне удовольствия спокойно её принимает. Потом её ближе, 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 в конце концов она её не боится. Почему? Потому что происходит на уровне удовольствия принятие ситуации. Так вот, в наше подсознание проходит то, что часто повторяется, и то, что идёт на фоне удовольствия. Так вот, что получается? Когда молодая девушка получает наслаждение на фоне нености к собственным детям, чем чаще она занимается добрачной половой жизнью, тем меньше шансов у неё на здоровых детей. У неё формируется программа уничтожения собственных детей. Что происходит с женщиной, которая рожает поздно? Есть биологическое время, где-то с 18 до 23-25, когда организм требует, готов рожать. Это естественный ход эволюции. Миллионы лет, десятки миллионов лет. Женщина этот возраст проходит. Скажите мне, ради чего она его проходит? Карьера, образование, благополучие, удовольствие. Это что называется? Благополучная судьба. В переводе на наш язык как гордыня. Значит, в угоду гордыни она отвлекается от любви к детям. И каждый раз в году, несколько десятков раз, у неё всплывает мысль. Будущее дети ей сбрасывают эмоции, которые могут во сне идти или так далее. Надо бы детей родить. И она каждый раз что делает? Не хочу. И вот каждая появляющаяся мысль, чем чаще эта мысль повторяется, чем чаще она себе говорит, рано, пока не хочу, тем она все серьёзнее и формирует программу уничтожения собственных детей. Поэтому разнообразие половых партнёров – это, так сказать, конкретное стирание чувства любви, превращение в главную цель наслаждения. То есть это разрушение стратегических целей. Если долго живут даже с одним партнёром и воздерживаются, предохраняются, рано или поздно формируется механизм уничтожения собственных детей. Поэтому то, что на Западе принято разать после 30-ти, это прямой путь к исчезновению западной цивилизации. Нормальный процесс? Когда гордыня вытесняет любовь, что должно быть? Должно быть ничего.